«Мёртвые цветы». Автор – писатель снов. Глава 9. Зависим от тебя. «Любовь может изменить человека до неузнаваемости». Публий Теренци Афор. Тихен устало зевнул и потер глаза. Работая на износ последние две недели, он сильно вымотался. В универе нужно сдавать зачёты, а постоянные пропуски были чреваты перспективой вылететь. Как только заканчивались пары, Ви направлялся в гараж Намджуна и отсиживался там до поздней ночи или раннего утра. Иногда он посещал гонки или встречался с друзьями, но всё же большую часть времени проводил здесь. Никто не знал об этом, кроме хозяина гаража, который сам тут почти не появлялся. Свой байк Намджун держал на платной парковке или на улице прямо возле дома, если не было дождя. Тихен подвинул маленький стульчик и, зажав сигарету в зубах, посмотрел на груду металла, которая когда-то была байком Юнги. После аварии Намджун и Ви перевезли всё, что осталось от Дукати Стритфайтера в гараж. И хотя гораздо проще было купить новый, у Юнги сейчас нет средств на такую роскошь. В разговоре он между делом упоминал о том, что ради байка готов продать тачку, но все знали, как тот любит ламбу. Поэтому, не разгибая спины, Тихен вот уже вторую неделю усердно трудится, и хоть результаты и есть, процесс идёт очень медленно. Большинство деталей не подлежат восстановлению, но рама и мощный движок почти не пострадали. Ви уже ввалил пять штук в байк, но это лишь стартовое вложение. Впереди его ждёт уйма затрат, если он и правда хочет починить двухколёсного зверя Юнги. Нам Джун активно предлагал свою помощь, но Бринят от неё отказался. Он лишь позволяет другу иногда спускаться в его собственный гараж и наблюдать, но только так, чтобы не мешал. Ви выпустил клуб дыма и снова сделал затяжку, разглядывая вмятины и глубокие царапины на снятой облицовке мотоцикла. Голова немного закружилась от недоедания, но к такому состоянию парень почти привык. Тихен может не есть и не пить по несколько дней, если у него будет другой источник энергии. И такой был, пока не перекрыл доступ к себе. Вот уже неделю Ким ездит в дом Чёнов в надежде хоть краем глаза увидеть Чонгука, но тот упорно прячется. Можно было бы подумать, что подросток очень занят, или его вообще нет дома. Но не единожды он собственными глазами видел, как тот быстро исчезал в своей комнате и закрывал дверь, едва завидев Ви. То, что парень его избегал, было вполне объяснимо, но не исключало того факта, что Тихен жаждал встречи. Он ужасно соскучился и был бы рад просто увидеть младшего. А если еще получится поговорить, то это вообще праздник. При воспоминаниях о Чонгуке на душе становилось тепло. Хотелось бросить все и рвануть к нему. Ви понимал, что с момента их первой встречи что-то произошло. Внутри него что-то изменилось, но тяга к подростку не казалась чем-то неправильным. Напротив, это было самой естественной вещью в жизни Тихена. В последнее время, сам того не замечая, он стал делать вещи, которые не несли в себе огромного смысла. Например, во время закупки продуктов он обязательно клал в корзину бутылку бананового молока, хотя сам его не пил. А если у него не получалось заехать к Хасоку, то он звонил и обязательно спрашивал, где Чунгук, чтобы убедиться, что тот дома, а не на очередной вечеринке. Но это все выходило так естественно, что Тихен не придавал этому особого значения. Он просто делал то, что приходило в голову. Но почему-то все его мысли прямым или косвенным образом крутились вокруг этого подростка. Тихен встал со стула и направился к полке с инструментами. За его спиной послышался звук открывающейся двери, а затем шаги. Брюнет обернулся и кивнул другу головой в знак приветствия. «Я тебе кофе принес». Намджун протянул стакан с горячим напитком, а сам принялся разглядывать результат кропотливого труда. «Тут еще работы просто дохрена. Тебе придется вложить в него столько бабла, что проще было бы купить новый». «У Инги нет денег на новый байк». Тихен обтер руки какой-то тряпкой и взялся за кофе. Он сейчас очень кстати, потому что парню не помешало бы взбодриться. «А у тебя есть деньги на весь этот ремонт?» Блондин усмехнулся, разглядывая новые блестящие детали к байку. «Ты что, научился рисовать купюры?» «Меня научи, а то я уже пару месяцев хочу отправить на тюнинг свой байк». «Нет, печатаю на принтере». Те устало вздохнул и сделал несколько наклонов головой в разные стороны, чтобы размять шею. По комнате раздался неприятный хруст. Видимо, он слишком долго сидел в одной позе над байком. Все тело ныло. «Что там по новому глушителю?» «Я заказал, как ты и просил, модель Акрпавайс. Ее должны доставить через пару дней, но это влетит в копеечку. Такое обойдется как минимум в два ксаря». Услышав сумму, Те тихо присвистнул. «Может быть, ты еще передумаешь насчет ремонта. Юнгий на тачке может покататься. Буду ждать доставку». Игнорируя слова друга, пробормотал Ви, вновь склоняясь над побитым мотоциклом. «Этот байк выйдет тебе золотым. Юнгий и так простит тебя». Продолжал давить парень. Но лучше бы он не говорил последнюю фразу, потому что для Те Хьона это как красная тряпка для быка. Благо сегодня он слишком устал, чтобы устраивать истерику, но слова его задели. «Я не стремлюсь получить прощение, Юнгий, но почему-то все постоянно делают такое предположение». Те Хьон усмехнулся и поправил волосы, упавшие на глаза. «Я лишь исправляю те ошибки, которые можно исправить. Байк разбит по моей вине, значит и ремонт на мне». Те Хьон вернулся к развороченному мотоциклу и, присев перед ним, принялся снова перебирать движок. Джон устроился рядом и подавал инструменты, хотя от него можно было бы получить куда больше пользы. Парень отлично разбирался в автомеханике, байки собирал с закрытыми глазами и в этом Тетрисе разобрался бы, но Те Хьон упорно не давал ему возможность поучаствовать. «Ты вообще принимаешь душ? От тебя маслом и бензином за километр несет». Нам Джон посмотрел на измазанную футболку и грязные разводы на лице друга. «Пару часов назад, но, как видишь, это нихрена не помогает, пока я не закончу с движком и топливной системой». Не отвлекаясь от байка, пробормотал Те. «Мне нужно сегодня закончить хотя бы эту часть, а завтра попробую убрать вмятины». «Учитывая то, сколько времени ты проводишь в гараже, скоро этот запах въестся под кожу. Не загоняйся так, тебе нужно немного отдохнуть. Лучше съездил бы развеяться куда-нибудь». Предложил Ким, расслабленно облокачиваяся холодную стену. «Я учту твои слова. Как раз завтра у меня есть в планах поездка. Я должен не моторным маслом вонять, а цветами благоухать». Ви улыбнулся. «И что же это за поездка такая? Свиен?» Нам немного оживился и подвинулся поближе, продолжая подавать парню инструменты, хотя тот и сам мог до них дотянуться. «Совсем ёбнулся?» Тэн охмурился и состроил отвращение на лице. «Нет, она тут ни при чём. Просто хочу кое с кем встретиться. Смотри, чтобы после этой встречи Хасок тебе яйца не оторвал». Намджун тихо рассмеялся. Тэхён не стал делать вид, будто эти слова его сильно удивили. «Если он узнает тебе, пизда. Этот пацифист не сможет напугать даже ребёнка». Веснова устало потер покрасневшие от недосыпания глаза и потянулся к чашке кофе, делая сразу несколько больших глотков. Неплохо было бы проветрить помещение, потому что от резкого запаха и правда начинала кружиться голова. «Ну, я думаю, что за Чунгук он кого хочешь на фарш пустит». Джун, видимо, не знал о небольшом инциденте, случившемся неделю назад, раз так уверенно говорил эти слова. Тэхён не хотел вспоминать это. На душе становилось неспокойно. «Этот парень и правда тебе так нравится?» «Нет, что ты». Отмахнулся Бринет, весело улыбаясь. «Решил вот воспользоваться наивным ребёнком. Но обещай ему золотые горы, трахну и кину». Тэхён продолжал отшучиваться, пытаясь вести разговор от этой темы. «Что это вас с Юнги вдруг на школьника потянуло?» «Юнги? А он тут при чём?» Лин охмурился, пытаясь понять, что с движком и одновременно слушая, что говорит друг. «Что-то не так сделал», – пробормотал себе под нос парень. «А будто ты не видишь, что он с этим чимином, как курица, с яйцом носится». Джун напомнил историю с последней гонки. После того, как подростка отвезли домой, Мин вернулся обратно на гонку злым, как чёрт. Он опустошил половину бара, весь вечер зажимал Монику по разным углам, затем вообще начал дебоширить, что на него было не похоже. Когда Юнги начал кричать, что хочет расправы над Дорианом, его быстро запихнули в его же машину и отвезли домой. Но и на этом приключения не закончились. Эта пьянь начала звонить чимину для выяснения отношений, поэтому телефон пришлось отобрать и силой уложить спать. Нам Джунет и Хён с ним здорово намучились в тот вечер. Двое парней не могли справиться с буйным другом, который никогда не отличался особой силой. «Так он ведь громче всех кричал, что он не гей!» Тихен рассмеялся, вспоминая, как друг в гараже описывал невероятной красоты глаза Пака. Уже тогда пахло жареным, а после того, что они видели, всё окончательно стало понятно. «Слушай, у меня лишняя деталь осталась!» Ви покрутил в руках маленькую металлическую пластинку. «Ну, он ведь так и думает!» Пробормотал нам в ответ на реплику про Юнги, а затем опустил глаза на ладонь Т. «Забей, когда разбираешь байк, всегда остаётся что-то лишнее. Выброси!» Он откинул деталь в сторону, и та со звоном закатилась под шкаф. «Так вот, Юнги наш, походу, заднеприводный. И кто ему скажет?» «Ой, лучше не лезь в это. У этих двоих дикие отношения, пусть сами разбираются!» Нам Джун пихнул друга в плечо и неторопливо направился к дверям. «Тэхюн не собирался сегодня сильно засиживаться, поэтому стал собирать все инструменты. Сегодня он останется у Джуна, хорошенько выспится и не будет переживать о том, что на следующее утро может обнаружить на кухне незваных гостей». Юнги пообещал себе больше никогда в жизни не связываться с Чимином, а затем сел в машину и приехал к порогу школы. Какого чёрта он здесь делал? Он и сам не знал ответ на этот вопрос. Стоя посреди школьного двора, он не единожды порывался сесть и уехать, пока никто не заметил его, но каждый раз попытки заканчивались провалом. Его бесило то, что он сам не понимал причины своих поступков. Его бесил Чимин, который постоянно ввязывался в неприятности и заставлял переживать. Он проклинал тот мотокросс, на котором они познакомились. А ведь тогда у Мина был выходной, но ему позвонили с работы и попросили внепланово выйти на смену. И вот, пожалуйста, результат налицо. Блондин достал пачку сигарет и закурил, пытаясь хоть как-то снять нервное напряжение. Зря он так напился вечер гонки. Алкоголь с приёмом лекарств мешать нельзя. Однако Юнги это не сильно беспокоило, когда он заливал себе одну за другой две бутылки виски. К концу вечера перед глазами всё поплыло, а на утро он не смог даже подняться с кровати и ещё полдня обнимался с унитазом. Из-за похмелья пришлось дожидаться, когда ему станет лучше, прежде чем снова пить лекарства. Он был вынужден несколько часов терпеть ужасную боль, пока врач, которого вызвал Хасок, не разрешил принять обезболивающее. Теперь Юнги держался от алкоголя подальше. Он успел выкурить две сигареты, прежде чем услышал, как на весь двор раздался звонок с урока. Ученики толпой стали выходить из здания, но их было слишком много, чтобы разглядеть одного человека. К тому же машина и внешний вид Юнги привлекали слишком много внимания, поэтому многие задерживались, чтобы получше рассмотреть парня. Блестящая на солнце чёрная ламба с красным салоном, и парень в кожаных штанах, и футболки с надписью «Встретимся в аду» явно не вписывались в общий пейзаж. Баландин не успевал разглядывать учеников в поисках Чимина, а людей становилось всё больше и больше. В итоге они заполнили весь двор, практически перекрывая вид на выход из здания. Выргавшись про себя, Мин обошёл толпу и направился к крыльцу. Здесь-то он уж точно не пропустит Чимина. Парень присел на ступеньках и не сводил пристального взгляда с дверей. Минуты шли, а парень всё не появлялся. Урок закончился минут десять назад, и двор начал пустеть, только возле машины всё так же толпились подростки, с восхищением разглядывая тачку. Шога наблюдал за тем, чтобы они ему не поцарапали её, но не отгонял. Пусть смотрят, не жалко. Когда прошло почти полчаса с окончания последнего урока, блондин уже отчаялся и собирался уезжать. Однако из здания школы, наконец, выпал с Чимин. Он не сразу заметил Юнги. Пнул небольшой камень, утер рукавом запёкшуюся кровь под носом и болезненно потирал челюсть, где расцветал небольшой синяк. Юнги тяжело вздохнул, догадываясь, почему парень задержался. Наверняка был в кабинете директора или отбывал наказание. «Ну и в какое дерьмо ты опять влез?» Резко крикнул Мин, привлекая к себе внимание. Чимин резко дёрнулся, услышав знакомый голос, но увидев старшего собственными глазами, немного опешил от удивления. «Не прошло и двое суток после гонки, а ты уже побитый. Ты сюда пришёл мне мораль читать?» Пак хмыкнул и начал не торопясь спускаться по лестнице. Юнги прищурился и наблюдал за ним, замечая, что подросток щадит правую ногу, немного прихрамывая на неё. «Я приехал, чтобы убедиться в том, что ты не способен о себе позаботиться. У меня уже начали возникать сомнения, но ты не подвёл в очередной раз. Что и следовало доказать». Юнги указал на травму и довольно усмехнулся, хотя вид побитого парня совершенно не доставлял ему никакого удовольствия. «Ты закончил строить из себя отца года?» Чимин лениво зевнул и сделал вид, что его абсолютно не волнует, что там говорит Хён. «Если да, я пойду. Никуда ты не пойдёшь. Садись в машину». Юнги перегородил дорогу. «Опять? Я же сказал, чтобы ты держался от меня подальше». Чимин попытался оттолкнуть парня, но у него ничего не вышло. «Либо ты садишься в машину, либо я тебя запихаю туда силой. Как позавчера. Выбирай». Чимин смотрел на подростка, видя, как тот начинает злиться, как задумался, поглядывая то на машину, то на парня. Уступать не хотелось, но в результате его всё равно заставят это сделать. Да и нога болела просто ужасно. Сам он до дома будет ползти ещё долго. Парень медленно поплёлся в сторону ламбы, грубо распихивая учеников, которые мешали ему пройти. Здесь оставалось-то буквально пару человек, но они не без любопытства наблюдали, как Чимин залез в дорогой салон с таким выражением лица, будто ему ложку с дерьмом к носу поднесли. Юнгир же быстро сел на водительское сидение и выехал с территории школы. В салоне повисла тишина, но она не казалась неловкой. Оба злились, но никто не собирался делать первый шаг. Хотя, по сути, разве нельзя расценивать появление Юнгир на пороге школы как намёк на перемирие? Однозначно нет. Даже сам Юнгир не считал, что приехал ради этого. Мин решил для снятия напряжения послушать музыку. По радио заиграла песня из фильма «Горбатая гора», что вообще никак не вписывалось в ситуацию. Пак потянулся к кнопке и отключил музыку. Снова тишина и их дыхание. «Ты в курсе, что тебе нужна помощь?» Чимин развернулся и посмотрел на удивлённого парня. «Не переживай, Юнги, я попрошу отца. У него есть хороший знакомый психиатр». Нагло воскликнул подросток, выплёвывая всю свою обиду вместе с грубыми высказываниями. «Нахрена мне психиатр?» Юнги скептично взглянул на младшего и снова отвернулся к дороге. «Ну, с головой-то у тебя явно проблемы». Как диагноз поставил. Чимин кивал головой, будто пытался сам себя убедить в этих словах. Юнги не знал, плакать ему или смеяться от слов младшего. Назревала очередная ссора, и хорошо, если они не подерутся. «Я тебя старше на восемь лет. Про уважение слышал что-нибудь?» Блондин усмехнулся, застав мелкого врасплох. «Уважение? И это мне говорит психопат?» Чимин наигранно засмеялся, отчего ещё сильнее захотелось ему врезать, и руки чесались поставить на место этого неугомонного ребёнка. «Психопат? И этот диагноз мне ставит восемнадцатилетний парень, не переросший пубертат наперёд?» Передразнивая, юноша воскликнул Юнги. Пак раздражённо замахнулся и ударил Хёна по руке, но тот даже не обратил на это внимания. «Я надеюсь, ты уберёшь этот свет? Блондинам тебе было лучше». «Я надеюсь, мы скоро доедем домой, и я, наконец, избавлюсь от твоего общества». Чимин недовольно фыркнул и отвернулся в другую сторону. «Ну, во-первых, мы не едем домой. А во-вторых, с каких пор ты стал таким дерзким? Или краска для волос тебе серое вещество повредила?» Юнги начинал снова раздражаться. Он помнит, как на пороге его палаты стоял мальчик с красивыми светлыми прядями. Он переминался с ноги на ногу и боялся слишком близко подходить, и, несмотря на свою энергичность, смущался. А теперь что с ним случилось? Неужели Юнги настолько сильно ранил своими словами Чимина, что тот начал так странно себя вести? «Куда мы едем?» Пак начал оглядываться и запаниковал. «Останови немедленно!» «Успокойся, мы почти приехали». Юнги свернул в небольшой дворик и припарковался на платной парковке, игнорируя испепеляющий взгляд. «Ну и где мы?» Чимин опасливо огляделся, что было просто смешно. Рядом с Мином ему страшно, а когда зажимался с Дорианом, всё было просто охрененно и ничего его не смущало. «Это неплохой ресторанчик. Выходи». Сухо пробормотал Юнги и вышел из машины, дожидаясь, когда Пак последует за ним. «Ты меня привёз поесть?» Парень с травмированной ногой пытался успеть за блондином, который уже заходил внутрь. У дверей встретила девушка и проводила к свободному столику. Юнги увлечённо изучал меню, в то время как Чимин даже не притронулся к нему. Пак сложил руки на груди, демонстрируя своё полнейшее недовольство пребыванием здесь. «Я не хочу есть!» Подросток капризно ударил ладонью по столу, вынуждая Юнги оторвать взгляд от меню. «Зато я хочу. Сейчас поедим, и я отвезу тебя домой». Мин махнул официантке. «Ты выбирать собираешься?» «Я же сказал, что я не голоден». «Хорошо, я сам сделаю заказ». Спокойно пробормотал Шуга, игнорируя очередную истерику. Когда девушка подошла, Юнги заказал им утку с овощами и панакоту с клубникой на десерт мелкому. Официантка ушла, а за столом снова повисло напряжённое молчание. Но сейчас оно даже немного забавляло Мину. Он удобно устроился на стуле и наблюдал, как Чимин продолжает строить из себя обиженного. Сейчас у Юнги была отличная возможность нормально рассмотреть новую покраску младшего. Конечно, сказать, что ему этот свет не идёт, смог бы только либо слепой, либо полный идиот. Но всё же теперь Чимин казался другим. Всё ещё красивый, но будто взрослее. Исчезло то детское очарование, а глаза всё-таки иже наивные и доверчивые. А ещё в этом взгляде чётко читалась обида. Юнги достаточно гадостей наговорил за последние три встречи, и он готов был извиниться, если бы Пак не дерзил через слово. Мину просто гордость не позволяла рассыпаться в извинениях перед Дэнсеном, который ни капли его не уважал. Он же всё-таки Хён. «Почему ты подрался?» Как можно спокойнее спросил Юнги, нарушая тишину. «У тебя какие-то проблемы? Почему ты забрал меня с гонки?» «Нет, ну так неинтересно. Кто отвечает вопросом на вопрос?» Но Мин принял эти условия, чтобы не начинать новый скандал. «Дориан опасен. Связываться с человеком, которого ты толком не знаешь, было... неразумно». Блондин потянулся к стакану с водой и сделал маленький глоток. Ему хотелось сказать, что выход Кочамина граничит с даунизмом, но это вряд ли поспособствовало перемирию. «И чем же он так опасен?» Пак саркастично рассмеялся, будто на зло Юнги, но кажется, ему стало интересно, и теперь он действительно внимательно слушал. «Ты, конечно же, не в курсе, но он дважды сидел». Эти слова дали нужный эффект, потому что Чамин сразу же напрягся, хотя попытался сделать вид, что ему всё по боку. «И за что он сидел?» С напускным безразличием пробормотал юноша, разглядывая узоры на скатерти и не поднимая глаз на старшего, чтобы не выдавать волнение. Он никогда не признается вслух, что был неправ или сглупил. «Один раз за изнасилование какой-то девчонки, второй раз кого-то ножом пырнул». Спокойно рассказывал блондин. Он смотрел на младшего отчётливо видя, как тот испугался. «Ну что, тебе всё так же весело? Все твои амбициозные планы о вступлении в ряды байкеров закончились бы ещё в тот вечер, когда Дориан грубо взял бы тебя силой». Чамин громко сглотнул и перевёл нечитабельный взгляд на свои руки. Он потянулся к своему бокалу с водой и тоже немного отпел. Слова Юнги, видимо, произвели должный эффект. Пак не хотел ничего говорить, он ощущал себя полнейшим глупцом. Основной задачей было не разреветься посреди этого ресторана, поэтому подросток молча ждал заказ, нервно кусая губы и желая поскорее отсюда уехать. Спустя минут десять принесли мясо, а затем и десерт. Юнги ел с большим аппетитом, а Чамин лениво ковырялся в тарелке. Они толком сегодня так ничего и не выяснили, но взгляд Мина, кажется, стал мягче. Появился какой-то призрачный намёк на перемирие, но это был всего лишь намёк. В конце концов, Юнги хоть и понимал, что рядом с ним небезопасно, но также он уяснил одну простую истину. Самая большая угроза для Чамина – это он сам. Этот парень – ходячая катастрофа, и как бы Юнги не хотел держаться от него подальше, он просто не сможет. Чунгук сидел на своей постели и восхищёнными глазами рассматривал коробку, которую час назад принёс курьер. Он до сих пор не мог поверить, что это действительно произошло. В метре от него лежал новенький профессиональный зеркальный фотоаппарат от фирмы Nikon. Чон о таком мог только мечтать, но несмотря на неописуемый восторг от новой игрушки, за целый час он к ней даже не притронулся, хотя очень хотелось попробовать сделать хотя бы пару фотографий. Чунгук взял в руки маленькую записку, которая прилагалась к посылке, и снова её перечитал. «Надеюсь, этот небольшой подарок откроет для тебя новые возможности, твой искренне преданный друг Икс». Сомнений в том, что фотоаппарат купил Вонха, не было никаких, однако Чунгук с осторожностью относился к таким дорогим подаркам, тем более от людей, с которыми он не настолько близок. За целый час он раз пять собирался позвонить отправителю и сообщить о том, что хочет вернуть подарок, но каждый раз не хватало силы духа. С одной стороны, это было как бы правильно, но с другой стороны, как бы и возвращать не очень хочется, поэтому Гук просто на него смотрел, не спуская глаз ни на секунду. А вдруг проблема сама как-нибудь решится? Может быть, это не от Вонха? Ну, у Чамина точно нет денег на такие дорогие покупки. Хасока и его друзья об увлечении Чунгука фотографиями не знают, но родители думать бесполезно, потому что в записке написано, что подарок от друга, значит, всё-таки Вонха. У Чунгука были серьёзные разногласия со своей совестью, которая требовала немедленно вернуть подарок. Эта дилемма тянулась бы ещё очень долго, но в дверь позвонили. Парень нехотя слез с постели и поплёлся открывать. Он предполагал, что это вернулся брат. Скорее всего, он забыл ключи или просто пьян, и не может попасть ключом в замочную скважину. Но на пороге стоял человек, которого Чунгук старательно избегал вот уже неделю. Увидев гостя, подросток сразу жутко разволновался, а вот Техён выглядел очень довольным, что поймал свою цель. «Хосока дома нет», – выпалил шатын и попытался закрыть дверь, чем поставил Кима в тупик. Не такого приветствия он ожидал. Он успел придержать рукой дверь, и, не дожидаясь приглашения, прошёл внутрь. «Я знаю, он сейчас в баре, но ведь я не к нему приехал». Вера свернулся к младшему, наблюдая, как тот старательно избегает зрительного контакта, глядя куда угодно, но только не на гости. Техёна это забавляло. Вот он как раз-таки рассматривал Чунгука с нескрываемым интересом. В домашних штанах и, кажется, в футболке Хосока, потому что она ему слишком велика. Он казался очень уютным и маленьким. «Нет? А зачем тогда?» Чунгук делал вид, будто не понимал причину прихода Те, хотя на самом деле просто был слишком смущен. Если Хён начнёт вспоминать их прошлую встречу, ужас, так стыдно. «Тебе, малыш, соскучился по твоим красивым глазкам, а ты меня выгоняешь с порога». Техёна усмехнулся, наблюдая, как мелкий покусывает губу и уделяет всё своё внимание небольшой вазочке с цветами. Перед ним Ви стоит, а он на него ноль внимания. Да и к тому же упорно делает вид, что не услышал комплимент. «Хотя, чему тут удивляться, учитывая, что ты неделю бегал от меня». «Что? Я не бегал». Поддавшись на провокацию, Чунгук развернулся и сразу столкнулся с чужим внимательным взглядом. «Эти карие глаза покорят кого хочешь. Они, как тягучий шоколад, затягивают свою бездну, заставляя выпасть из реальности. Такие глубокие и невероятно красивые». «Нет. Тогда почему ты всё время прячешься в комнате, когда я приезжаю?» На это Чунгук нечего было ответить, и он снова опустил глаза в пол. Придумывать отговорку смысла нет, а честно признаваться в своей трусости он не хотел. Да, он просто боялся встречи с Хионом. Шатен стоял перед Техёном, как провинившийся ребёнок, и дёргал за ниточку, которая торчала на его футболке, чтобы хоть чем-то занять руки. Ким издал тихий смешок и подошёл немного ближе к парню. «Я чем-то тебя обидел. Если хочешь, я уйду». Звучало немного грустно, но это было не наигранно. Техён рассчитывал провести время с Чёном, а тот не горел особым желанием, кажется. «Нет!» – резко выдал Чунгук, поднимая голову и глядя на Хёна. Может быть, он и боялся их встречи, но Павит тоже очень соскучился. Он не хотел отпускать парня так быстро. «Не уходи!» – уже тише пробормотал Гук, заставляя Тео улыбнуться. «Как насчёт того, чтобы прокатиться?» – предложил парень, надеясь услышать положительный ответ. «Что? Куда?» Чунг удивился такому предложению. «Это сюрприз. Беги, одевайся. Я подожду тебя на улице». Техён подмигнул мелкому и вышел из дома, оставляя подростка осмыслять всё, что сейчас произошло. Как только дверь закрылась, Чунгук со всех ног кинулся в свою комнату. Ему не хотелось заставлять Техёна ждать, а лицо Гетова было треснуть от счастья. Ви было достаточно сказать, что он соскучился, и сделать комплимент глазом Чёна, чтобы сердце подростка забилось быстрее. Дорогой подарок продолжал валяться на постели, обделённый всяким вниманием. Чунгук и думать уже забыл про фотоаппарат. Он рылся в шкафу, думая, что лучше надеть, придирчиво разглядывая вещи, но всё казалось неподходящим. Однако выбора сделать необходимо. Поэтому юноша всё-таки переоделся в светлые джинсы и футболку цвета бордо. Он покрутился возле зеркала, но всё равно остался недоволен своим внешним видом. Времени снова переодеваться у него не было, поэтому пришлось оставить как есть. Нервничал так, будто на свидание собирается. Тэхён сидел на байке и терпеливо ждал появления младшего. Чунг появился, как ураган. Выскочил из дома, ударился о косяк двери, споткнулся на лестнице и чуть не упал прямо под ноги Ви. Бринет тихо рассмеялся с неуклюжестью младшего, но постарался быстро стереть улыбку, чтобы Гук не заметил. Обидится ведь. И вот здесь вся магия момента растворилась. Наступила неловкая пауза, а затем осознание реальности. Ты приехал на байке? Чунгук недоверчиво поглядел на средство передвижения и ощущал, как желание куда-то ехать медленно в нем угасает. Тэхён был к этому готов. Он прекрасно понимал, что просто так Чун не сядет на Ямаху, но рано или поздно это сделать придется. А на чем я еще мог приехать? Ви протянул парню шлем и кивнул себе за спину. Ты же знаешь, что я не езжу на байках. Парень отрицательно замотал головой и сделал маленький шаг назад. Я не поеду, грустно прошептал Чунгук. Чунгук, чего ты боишься? Ты забыл, что случилось с Юнги Хёном? Голос парня дрогнул. Именно в этот момент Тэхён осознал, что отказ от байков это не принцип, а самая настоящая фобия. Он склонил голову и задумался. Причиной того, что случилось с Юнги, был не байк, а человек. Такие аварии случаются на гонках очень часто. Ви говорил спокойно, будто это самые обыденные вещи, а Гук всё больше начинал нервничать. И ты думаешь, что я после этого поеду с тобой? Почти с отчаянием в голосе воскликнул Чунгук. Он развернулся и хотел уйти обратно к дому, но Тэхён успел схватить его за руку и притянул обратно к байку. Малыш, послушай меня. И снова этот тон, ласковый и успокаивающий. Голос тихий, глубокий, льющийся, словно шёлк. Чунгук опустил голову и смотрел себе под ноги, поэтому Тэ пришлось немного наклониться, чтобы заглянуть ему в глаза. Он продолжал поглаживать ладошку парня, пытаясь подобрать нужные слова. Мы сейчас не на гонке. Я буду ехать по всем правилам. А если хочешь, даже медленнее, чем требуется. Я понимаю, что ты боишься, но я не стал бы рисковать твоей безопасностью. Это твой страх, но мы можем его вместе перебороть. Надо просто, чтобы ты мне поверил. Чунгук продолжал молчать, что-то обдумывая. Он покусывал нижнюю губу и слегка вздрагивал каждый раз, когда ощущал чужое дыхание на своём лице. Тэхён наклонился слишком низко, но сейчас было не до смущения. Голова подростка была забита другим. Если я попрошу, ты сразу остановишься? Тихо пробормотал Чунгук, видя небольшую улыбку на лице Ви. Конечно. Пообещал старший. Подросток кивнул головой и всё-таки взял шлем из рук Тэхёна. Его немного трясло, будто ему предстояло сесть на самый страшный аттракцион в мире, и только мысль о том, что Тэхён будет рядом, немного успокаивала. Когда Чунгук залез на байк, он, не дожидаясь разрешения Тэхёна, сам крепко к нему прижался, сдавливая ребра мёртвой хваткой. Ви хотел сказать ему, что так сильно сжимать не обязательно, но передумал. Если Чунгуку так спокойнее, пусть хоть за горло хватает. На секунду Ви даже показалось, что он спиной ощущает, как бешено бьётся сердце в груди младшего. Они медленно выехали с территории участка и повернули к главной трассе, ведущей из города. Чунгук крепко зажмурился и даже не хотел смотреть по сторонам, ощущая, как ветер обдувает всё тело. Он всё так же крепко прижимался к чужой спине, надеясь, что долго ехать не придётся. Стрелка на спидометре едва ли достигала семидости, и хотя Тэхён крайне редко ездил на такой скорости, ему было комфортно. Сейчас отпадало всякое желание нестись сломя голову, выжимая на спидометре 250. То, что происходило сейчас, было больше, чем просто поездка. Это как проверка на доверие, как попытка одержать победу над своими страхами, как маленькое воспоминание, которое останется в памяти только между ними. Есть ли в данное мгновение что-то важнее, чем руки, крепко обнимающие его? Определённо нет. Пока они пересекали пригород, Чунгук почти не смотрел по сторонам. Но когда Тэхён выехал на трассу, которая тянулась вдоль береговой линии, юноша не смог устоять. Сейчас был закат, и вид открывался невероятный. На секунду Чону показалось, что он забыл, как дышать, наблюдая одно из самых красивых явлений природы. Небо переливалось голубым, фиолетовым и розовым, отражаясь в воде равноцветными бликами. Последние лучи освещали песчаный пляж, а с берега доносился запах морской воды и свежести. Чунгук вдохнул поглубже и заворожённо наблюдал за открывшимся ему пейзажем, позволяя ощущениям свободы и лёгкости завладеть им. Сам того не заметив, парень ослабил хватку, а его тело перестало дрожать. Тэхен поглядывал на своего пассажира через зеркало. Они свернули с трассы и начали замедляться возле причала. Тэ спрыгнул с байкой и подошёл к Чунгуку, помогая ему снять шлем. Волосы растрепались, а вид был растерянный. «Ну что, страшно было?» Ким не удержался и, протянув руку, поправил сбившиеся пряди. «Да, я успел немного испугаться и я не уверен, что переборол свой страх», признался Чунгук. «Но всё же согласен ездить, если меня возить будешь именно ты. Я не хочу бояться мотоциклов вечно, а с тобой мне комфортно». «Вот и договорились. Буду тебя теперь катать». Тэхен улыбнулся и помог парню слезть с байка. «Кажется, они сегодня сделали маленький шаг навстречу друг другу». «А почему мы приехали именно сюда?» тихо поинтересовался юноша. «Я давно не было моря». Вик глубоко вдохнул воздух, пропитанный солью, ощущая, как ветер приятно обдувает, пробираясь по ткань одежды. «Когда я думал о том, с кем хотел бы оказаться здесь, но пришло только одно имя. Тогда пошли гулять». Чунгук пошёл вперёд, а Тэхен, не торопясь, шёл следом. Ноги начали утопать в песке, поэтому парни сразу вернулись к байку и оставили там обувь. Идти по пляжу босиком куда приятнее, ощущая под кожей тёплые песчинки. Море сегодня было неспокойным. Волн с шумом бились о камни, вынося на берег маленькие ракушки и водоросли. Солнце всё ещё медленно опускалось, освещая береговую линию. Чунгук не мог спокойно идти, наблюдая за всей этой картиной. Он то и дело подбегал к берегу и ждал прилива, а когда накатывала волна, убегал от неё, пытаясь не намочить джинсы. Тэхён расслабленно улыбался, наблюдая за парнем. В душе нежными бутонами распускались цветы, а в сердце всё больше разрасталось новое чувство. С каждой встречи Тэхён всё больше убеждался в том, что становится зависим от Чунгука. Его невинные глаза, пухлые губки, которые, чего греха таить, Ви мечтает испробовать на вкус, его сладкий детский запах и та счастливая озорная улыбка. Парне и самому страшно от того, насколько дорог стал ему этот подросток, но поздно опомнился. Сейчас нельзя ничего изменить, а Тэхён и не хочет. Только становится страшно при мысли о том, что он может потерять впервые в жизни обретённое счастье. Кажется, до этого он и не жил вовсе. Хочется каждый день испытывать это щемящее в груди чувство и с упоением отдаваться ему всецело. Он медленно шагал вдоль берега, наслаждаясь крик мечаек и смехом Чунгука. Мелкий уже не единожды попал под волну, и его джинсы до колена совершенно мокрые, но на лице сияла самая счастливая улыбка. Совсем осмелев, парень набрал в ладони немного воды и, подбежав к Тэхёну, брызнуло ему в лицо, отчего Ви сильно зажмурился. Солёная вода попала в глаза, неприятный привкус теперь остался даже на языке. Чунгук отбегает на пару метров и задорно хохочет, будто услышал самую лучшую шутку. «Ты сейчас нарываешься?» нестрого, но достаточно серьёзно спрашивает Тэ, обтирая ладонями лица. «Хе-хе-хе! Допустим!» сквозь смех выговорила юноша, но увидев, как Ви сорвался с места и направился к нему, сразу перестал смеяться. Он быстро развернулся, пытаясь убежать, но Чунгук никогда не отличался хорошей физической подготовкой. Тем более, бежать по песку достаточно трудно, поэтому спустя несколько секунд его ловят. Чунг споткнулся о собственной ноге и готов был упасть, но Тэхёна обхватил его за талию и закинул себе на плечо. «Время искупаться!» донеслось до ушей младшего, и он начал брыкаться, пытаясь ударить кулаком по спине, но всё бестолку. «Хён, отпусти!» завяжал парень. «Прости, пожалуйста, я больше не буду!» Он свисал головой вниз и видел лишь чужую спину и ноги. Когда песок сменяется водой, Чунгук начал двигаться ещё активнее, но спустя несколько секунд его просто забросили в море. Ким нырнул следом за мелким, чтобы никому не было обидно. Чунг поднялся на поверхность первым, пытаясь откашляться и вытереть щиплющие глаза в воду с лица. Затем вынырнул Те и начал смеяться. Чунгук на секунду замер, слушаясь в этот звук. Он впервые слышал смех Хёна, но хотел бы слушать это каждый день. «Зачем ты это сделал? Теперь мы оба мокры!» проговорил очевидные вещи, но сам был безумно счастлив. Он начал брызгаться и пытаться отойти на безопасное расстояние, но его схватили за запястье и потянули назад. «Потому что ты вредничал!» Ли убрал с глаз прилипшую челку и весело заиграл бровями. «Хватит в воде сидеть, простудишься!» Техен повел их обоих к берегу, и вот тут Чунгук покраснел, как рак. Он-то никогда не ставил в приоритете красивое тело, довольствуясь тем, что есть. Мокрая одежда неприятно прилипла к телу, демонстрируя его до неприличия детально. Чунгук худенький, но через ткань отчетливо виден небольшой животик. Бринет быстро окинул взглядом парня и отметил про себя, что у Гука красивый зад, но быстро выкинул эти мысли из головы. Он не должен даже думать об этом. Чунгук зажался и пытался прикрыться руками, а сам косо поглядывал на Техену. У того явно нет никаких проблем с физической подготовкой. Белая футболка, прилипшая к телу, демонстрировала красивый пресс и подкачанные мышцы груди. В узких джинсах бедра казались еще массивней, а руки... Техен мог бы одной ладони оплатить горло Чунгука. Даже думать не хотелось о том, сколько силы в этом парне. Но Чун думал об этом. Избавиться от навязчивых образов в голове довольно трудно. Ви, заметив смущение Милкого, протянул ему свою кофту, которую успел скинуть, когда побежал за Гуком. Они здорово повеселились, но совсем не хотелось, чтобы Чун снова заболел. Юноша укутался в теплую байку и упал прямо на песок. Техен присел рядом с ним, блаженно прикрывая глаза. «Ее я не замечал раньше у тебя, этой родинки». Чунгук в упор разглядывал маленькое родимое пятно на кончике носа Хена. Ты тихо усмехнулся и посмотрел на младшего. «У меня есть еще несколько родинок на очень интересных местах». Чунгук снова покраснел, пытаясь не думать о каких местах, говорит Ви. «А можно задать вопрос?» Неуверенно поинтересовался Шатен, поворачиваясь к брюнету. «Не спрашивай разрешения, сразу задавай». Лениво пробормотал Ким. «Почему ты ко мне так добр?» И это поставило Техена в тупик. Он сразу открыл глаза и повернул голову к Чунгуку, а тот невозмутимо моргал и ждал ответа. «Хочешь, чтобы я был злым?» Опять перевелся в шутку, пытаясь не придавать особого смысла этому разговору. «А разве ты умеешь?» И это не флирт или попытка пошутить, а самые искренние вопросы. Чунгук улыбался, а Техен не торопился отвечать. «Да в этом и смысла нет, ведь и так понятно, что у Ви есть стороны, о которых Гук никогда не узнает. Ему и не надо». «Я хочу еще кое-что спросить». Зачем-то предупредил и на секунду замолк, видимо, наблюдая за реакцией Хена. Тех терпеливо ждал, когда ему озвучат вопрос. «Расскажешь о своей семье?» Брюнет напрягся и поджал колени к груди, начиная собирать маленькие камешки, которых было полно вокруг. «Почему ты спросил об этом?» Он не смотрел на Чунгука, но лишь потому, что не хотел показывать тех эмоций, которые в нем вызвал этот простой вопрос. «Мне интересно. Ты все знаешь о моей семье. Хочу послушать о твоей». Спокойно ответил парень, но в душе начал переживать, что поднял болезненную тему. Ви не выглядел счастливым, хмуря лоб и смотря в небо. «Это грустная история». Тихо пробормотал Хен, пропуская песок через пальцы. Все равно он понимал, что уйти от этого разговора не получится. Чунгук ему дурак, и поэтому Ви не хотел от него что-то утаивать. Он будет честен и расскажет подростку все, о чем тот попросит. «Прости, если не хочешь». «Нет, я расскажу». Ты сделал большой глоток воздуха и попытался расслабиться. «На самом деле, тут и рассказывать-то особо нечего. Они погибли 18 лет назад. Я толком ничего не знаю о них». «Погибли?» Шокированно переспросил подросток, не веря в то, что он только что услышал. «Тихен, прости меня». «Малыш, все хорошо». Ви поспешно развернулся и успокоил парня. «Не волнуйся, это не настолько болезненно для меня, чтобы я боялся рассказывать кому-то. Я ведь и не помню их совсем». «Мне жаль», тихо прошептал Чунгук, подсаживаясь ближе и опуская голову на плечо брюнета. Он крепко обнял Тихена, словно в знак сочувствия и поддержки, но для Кима это означало гораздо больше. «Не думай об этом». Ви вгляделся в горизонт, пока ветер трепал его волосы. Гук тихо приподнял голову и смотрел на профиль Хена. Раньше он и не замечал, насколько Тихен красив, но это действительно так. Он кажется невероятным. Несмотря на присущие ему брутальность и харизму, Ви обладал изящными чертами лица. Его красота утонченная, хочется просто сидеть, смотреть и наслаждаться. Этим Чунгук и занимался, слушая шум прибоя и пронзительные крики чаек. Он хотел стать для своего Хена лучиком света, который будет освещать ему путь даже во мраке. Он и не подозревал, что уже добился своей цели. Он стал маленьким счастьем для человека, который за всю свою жизнь ни разу не познал любви. Хосок сидел на своем излюбленном месте в баре и допивал неизвестно какой по счету бокал виски. Он поморщился от горькой жидкости и потянулся к сигаретам. Вообще-то в их компании он был единственным, кто не курил, но сегодня очень хотелось. А если душа требует, ей нельзя отказывать. Он закурил и потянулся к телефону, чтобы проверить, не пропустил ли он чей-то звонок. После того, что случилось с Чунгуком, он стал более внимательным. Этого больше не должно повториться. Теперь младший брат под его строгим контролем. Чун следит за всеми его передвижениями и наверняка прямо сейчас Чунгук сладко спит в своей кровати в обнимку с Арчи. Представить эту картину до конца Хосоку не дали, потому что на соседний стул приземлился его хороший знакомый. Хобби посмотрел на парня и поморщился, будто ему протухшую рыбу дали понюхать. Не рад меня видеть. Вонха в привычной манере хитро улыбнулся и заказал у бармена несколько стопок с алкоголем. Чего тебе надо? Грубо отозвался Чунг, зажимая сигарету между зубов в надежде, что собеседник быстро свалит. Просто хотел спросить, как у тебя дела? Будто проверяя терпение Чуна на стойкость, спросил Вонха, не торопясь уходить. Ну, я пока жив, а это весьма неплохо. Как ты правильно подобрал слова. Мне нравится это уверенное. Пока. Вонха тихо рассмеялся и выпил первую стопку, смирив Чуна презрительным взглядом. Между ними буквально молнии пролетели. Я смотрю, твои синяки зажили. Могу обновить. Какого хуя тебе надо? Разве ты Хён не отдал деньги? Злобно воскликнул Хасок, желая поскорее закончить этот разговор. Деньги-то он отдал. Блондин закивал головой. Но я пытался с ним связаться, только почему-то не дозвонился. Передашь ему от меня послание? А может тебе ещё отсосать? Чун криво улыбнулся и чётко дал понять, что ничего передавать не собирается. Хочешь с ним пообщаться? Вот сам его и ищи. Тогда скажи мне, где он? Парень пожал плечами и сложил руки в замок, всеми силами пытаясь сохранить спокойствие. В душе не ебу. Он уже две недели хер пойми, где пропадает. Огрызнулся Хоуп и сделал несколько затяжек. Мне этот спектакль порядком надоел. Скажешь ты, Хён, что завтра я вызываю его на гонку. Один на один, только он и я. Вон Хопар и глотков допил оставшиеся две стопки и встал со своего места. Пусть он подготовится как следует. Озвучила Зози специально для телеграм-канала Вайфу в голове аудио. Продолжение, возможно, уже есть на бусте. Ну а так, оставляйте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Вайфу в голове. Субтитры создавал DimaTorzok